Недавно такой челлендж видела. Один из блогеров сказал, что кнопка подписаться должна быть серой, а не красной. Итак, если она у вас серая, мы начинаем. С вами Алена из English Show. Хочется напомнить, что English Show все еще раздает бесплатные уроки английского языка. Че? Друзья, до 31 августа по промокоду END OF SUMMER вы можете получить до 6 бесплатных уроков английского языка. Поэтому прямо сейчас переходите по ссылке в описании на наш сайт English Show. Там вы увидите кнопку АКЦИЯ. Вводите этот промокод и будет вам счастье. Условные предложения в английском языке состоят из двух частей. Первая часть IF CLOS – это условие. И вторая часть RESULT – результат. Всего существует 5 типов условных предложений в английском языке. Первая из них – zero conditionals. Обе части состоят из present simple. Например, Если вы лайкаете наше видео, мы счастливы. If you like our videos, we are happy. Both of these are present simple. Например, Ты не сможешь выиграть эту награду, если не станешь на работу. Kind of obvious. Не стал на работу – не получил награду. Или в продолжении рабочей темы еще один пример. He can't go to work, if he doesn't wake up. Ну конечно, если ты не проснулся – никакой работы. И в своей песне Шоу Мэндус поет. Все не имеет никакого смысла, если у меня нет тебя. Громантично. Если бы я выучил английский язык, то я… Наверняка у вас есть много предположений, что бы вы делали, если бы вы выучили английский язык. Пожалуйста, напишите нам в комментариях, что бы вы сделали, если бы вы выучили английский язык. Следующий тип условных предложений – это first-conditionals. Мы используем его тогда, когда хотим сказать о очень реальных предположениях, настоящем или будущем. Например, Если ты досмотришь это видео до конца, тебе будет очень легко пройти тест. Кстати, ссылка на этот тест в описании. Структура предложения – это present symbol for if class and future symbol for a result. И пример из Спанчбоба. Если ты пройдешь этот тест, то ты будешь в команде Красти. Не знаю, команду нашего ресторана? И еще один пример из Спанчбоба. Ты не будешь против, если я поставлю это здесь, правда? Или вот, например, в популярной песне Билли Айлиш, Bad Guy, она поет Но она не будет петь эту песню, если она прочитает все слова. Second-conditionals используется тогда, когда мы хотим сказать что-то о маловероятных, каких-то невозможных событиях настоящего и будущего. Например, Если бы все наши подписчики смотрели все наши видео, мы бы делали их каждый день. Структура этого предложения состоит из Или, например, Ты бы мог это выиграть, если бы старался посильнее, если бы старался побольше. Но он не старался, поэтому ничего не выиграл. Результат невозможен. Есть еще песня Джон Осборн, наверняка вы ее знаете, очень известная. One of Us. Она поет Что бы ты спросил, если бы у тебя был всего один вопрос? Кстати, именно в этом типе условных предложений мы используем конструкцию If I were you, чтобы дать совет. If I were you, А что мы там говорим? If I were you, I would use this promo code end of summer. Следующий вид условных предложений Third-conditionals используется тогда, когда мы хотим выразить сожаление о чем-то, когда мы говорим о ситуациях, которые не произошли. Например, Если бы мы записали это видео раньше, вы бы уже выучили эту тему. Но мы не записали и вы не выучили, к сожалению. Структура этого предложения И модальный глагол Плюс глагол в третьей форме. Например, в песне Глории Гейнер поет I should have made you leave your key If I had known for just one second You'll be back to bother me Я должна была заставить тебя оставить твои ключи, если бы я только знала всего лишь на одну секундочку, что ты вернешься обратно, будешь раздражать меня. Ну так-то да. Ну и последний тип условных предложений это mixed-conditionals Мы можем смешивать, миксовать второй и третий тип условных предложений, если результат его имеет значение на настоящее, имеет какой-то результат на настоящее. Например, Ничего из этого бы не произошло, если бы я только покормил ту улитку. Или Если бы вам нужна была вода, вам бы стоило попросить. Итак, это было пять типов условных предложений. В описании вы найдете ссылку на тест. Также вы найдете ссылку на нашу акцию End of Summer. У вас осталось всего несколько дней, торопитесь. А еще в описании вы найдете ссылку на картинки для рабочего стола с темой данного выпуска. Их мы публикуем в нашем Telegram-канале, поэтому подключайтесь и скачивайте. Увидимся с вами в следующий раз. Подписывайтесь на наш канал. See you soon. Субтитры сделал DimaTorzok